Уважаемые слушатели, обсудим проблему переполнения. Представим себе вымышленную переменную, состоящую из трех бит. Как мы будем интерпретировать ее состояние? Вполне естественно, что три нуля будет интерпретироваться как ноль. Это как единичка, двойка, тройка, четверка, пятерка. Чисто по двоичной системе счисления, 6 и 7. У меня возникает диапазон допустимых значений. То есть, мой вымышленный тип, которого не существует, я назову его сейчас uint3t, трехбитовый. Я так его выдумал. Так вот, у него диапазон допустимых значений получается от нуля до семи. От нуля до семи допустимые значения. Давайте с вами нарисуем на числовой прямой этот тип. Вот так, например. Нарисуем возможные значения. Ну вот, у меня ноль, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Что получается? Я заперт. Заперт вот в этой вселенной, как в комнате. В математике такая алгебра называется кольцо вычетов по модулю 8. И базовые вычеты от нуля до семи. То есть, получается, что если я иду вправо, то что произойдет? Что будет, если я к состоянию переменной вот этого вымышленного типа, к состоянию семь, к вот этому, прибавлю единичку? По правилам двоичной арифметики у нас что? Переполнение этого разряда попадает в следующий. Переполнение этого разряда попадает в следующий. Здесь и единичка должна была бы отправиться в следующий разряд, но там нет никакого разряда, некуда писать единичку. То есть, получается, что прибавление единички к семи переносит меня в ноль. Это называется по-английски overflow, или по-русски переполнение. Существует также underflow, то есть переполнение вниз. Когда у нас из нуля вычитаем единицу и оказываемся в состоянии семь. На самом деле, конечно, это работает не только для единички. То есть, например, 3 плюс 5 – это будет 8, но по модулю 8 – это что получается? Ноль. А, прошу прощения. 3 плюс 5 – да, все правильно. Это будет ноль. Понятно? То есть, возникают такие забавные ситуации. Как быть, если мы хотим кодировать отрицательные числи? Для этого нам придется выдумать тип. Я его назову просто int3t. Как мне его создать? Разумным будет сохранить идею кольца вычетов. Называется это дополнительный двоичный код. И идея состоит в том, что мы вот эту часть, вторую часть таблицы кодовой, мы говорим, что вот это вот, это будут отрицательные числа. Я говорю, нет, это теперь не 4, а это теперь будет что? Минус 4. Минус 4. Это не 5, а это будет… нет, не минус 5. Минус 3 – это минус 2, и это минус 1. Выглядеть это будет следующим образом. Я вот здесь вот, вот здесь вот, пишу минус 4, минус 3, минус 2 и минус 1. И закольцовка у меня происходит теперь вот сюда. От плюс 3 я прибавляю единичку и оказываюсь в состоянии минус 4. Понятна логика, да? То есть underflow, он у меня от максимального отрицательного числа, да, минус единичка и оказываюсь в максимальном положительном. Наоборот, плюс 1 оказываюсь в максимальном отрицательном. У моего типа вымышленного оказался диапазон допустимых значений от минус 4 до 3. Кстати, обратите внимание на несимметрию. То есть отрицательное значение, да, оно у меня из вот этого вот количества бит состоит, да, 2 в степени 2. То есть минус 4 достигается. А вот здесь вот у меня не достигается, не достигается вот это вот состояние, да, особенности кодирования, особенности этой системы. Давайте с вами, дам вам одну внешнюю ссылку, это ссылка всего лишь на Википедию, статья «Целочисленное переполнение». Просмотрите ее быстренько. Надо знать о том, что это вызывает не только арифметические ошибки, но и риски для безопасности. Поэтому будьте аккуратны. Будьте аккуратны при использовании целых чисел и, ну, как-то проверяйте, да, думайте осознанно о использовании. Вот. Давайте двинемся дальше. О том, какие именно типы вообще есть в языке C. Здесь я дам ссылку на c++.com. Это сайт-туториал по языку C++. В частности, здесь есть и все, что необходимо для языка C. Базовых типа 4. Базовых типа 4. Это character types, символьные типы, numerical integer types, floating point, то есть числа с плавающей точкой и boolean. Давайте попробуем их использовать. Вот я взял и создал переменные этих типов. Char int double boole. И попробуем это дело просто пока скомпилировать. И оказывается, что типа boole как бы нет. Нам компилятор говорит unknown type name boole. Не знаю, кто такой. Это так. Действительно, чистый C не знает boole, но до недавнего времени. В 1999 году был принят стандарт. В 2011 он уже внедрен во все компиляторы вместе со стандартом C++. Так что это точно есть. Библиотека std boole позволяет храниться вот в таком типу. И у него всего лишь два состояния. Это true и false, правда и ложь. Ну что ж, все, видите, компилируется. Здесь нужно немножко задержаться. Давайте пока оставим за скобками вот эти два типа, double и boole, и сконцентрируемся на типах целых чисел. Первое. Символы – это числа. Char – это на самом деле всего лишь число. Целое. Оно рангом ниже, чем int, но, тем не менее, у типа char есть еще подтипы. А именно, он может быть знаковый, signed char, знаковый, и unsigned char, беззнаковый. Да, то есть вот эта модификация может быть. Она как раз переключает между вот этими двумя способами интерпретации. И у меня рядом может быть два кода символа. Один вот такой, другой такой. Int имеет еще больше модификаторов. Во-первых, я уже говорил, что размер типа int вообще-то не определен. Точно не задан компилятором, а определяется… Точнее, он задан именно компилятором, не определяется стандартным языком. Поэтому он может быть, в принципе, условно любым. Два байта, четыре байта. Трудно предсказать. Но, в принципе, других особых ситуаций я не встречал. Давайте с вами посмотрим на его модификации. Модификаторы. Первое – это, конечно, то же самое – signed или unsigned. Unsigned int или signed int. Надо сказать, что если для символа char без вот этого спецификатора непонятно, какой именно он знаковый или беззнаковый, и это определяется разными компиляторами по-разному. Печальная ситуация. То для int он всегда по умолчанию знаковый. То есть у него-то как раз проблемы в этом нет. То есть слово signed можно просто не писать. А вот если он вам нужен беззнаковый, тогда unsigned int. Но это все равно не поможет вам понять, а когда же наступит переполнение. Понимаете? Непонятно. Что еще есть в самом базовых типах? Это long int. Вот такая приставка. Забавно еще и то, что эту приставку можно повторить два раза. Допустимым является long, long int. Длинный, длинный. И еще есть приставка short int. Короткий int. Он предназначен для уменьшения количества байт для хранения переменной. Но в разных компиляторах, разных архитектур, то есть для разных процессоров, это может быть очень все по-разному. Может оказаться, что long int имеет такую же длину, как и просто int. А может быть long int такой же длины, как и long long int. Понятное дело, что они точно выстроены в некую линейку. То есть чем у нас будет long больше от short, тем будет число длиннее в количестве байт. Но гарантий в этом нет. Поэтому я настоятельно предлагаю вам использовать библиотеку. Она в C++ называется stdint, а в C называется inttypes. Это библиотека, которая позволяет работать с специальными новыми типами, по типу того, который я выдумал, только с конкретными кратными байтами значения. int8t – это тип, соответственно, 16t, 2-байтное знаковое число, 3-байтное знаковое число, int32, прошу прощения, 3-байтного нет, 4-байтное знаковое число. Его нельзя называть 32 и переменной, нельзя называть, начиная с цифры. Но я могу назвать ее и 32, и 16, и 8. Ну и мой любимый, наверное, тип – это int64t. Поскольку сейчас все стационарные компьютеры, практически все, являются 64-битными, то, пожалуйста, вот эти вот числа, они быстры в работе для большинства компьютеров. Соответственно, когда вы объявляете переменную, как вы уже заметили, достаточно написать тип и название этой переменной, поставить точку с запятой. Упоминание типа и имени приводит к появлению этой переменной. Ей выделяется память, и дальше, ниже по тексту, этой переменной можно пользоваться. Чтобы сделать его беззнаковым, там добавляется буковка «у» и все. На самом деле, об этом можно прочитать в, опять же, референсе. То есть, можно залезть и посмотреть в эту библиотеку std-int или int-types, и посмотреть, какие, собственно, они бывают, эти знаковые и беззнаковые типы, с фиксированным, гарантированным размером. Ну, а int-types, она еще и предоставляет дополнительные возможности. Вот она. Дополнительные возможности – это спецификаторы для этих типов, для функции printf. Функция printf очень важна для… Собственно, она же распечатывает значения в языке чистом C. Соответственно, для того, чтобы научиться с ней работать очень хорошо, хотя это часто не сильно надо, но, тем не менее, хотя бы базовые спецификаторы типов надо знать. Но ее классические спецификаторы типов предназначены для тех самых неудобных типов 20 века, типа int-char в чистом виде. Понятно? Ну, вот там всякие модификации есть, там для long-long int, видите, нужно l-l использовать. Ладно. Давайте с вами прервем наше путешествие в справочные материалы и поговорим немножко на практике о переполнениях. Вот я создал переменную типа int8t. Она специально однобайтная, чтобы это было небольшого масштаба. И распечатаем ее состояние. printf. Я распечатаю ее просто, я ее буду распечатать просто как процент d. Она будет приведена к целому числу при распечатке, и все. Вот x равно процент d. И перевод каретки. Давайте посмотрим на ее состояние. Так ли он его распечатает. Ну-ка, на секундочку. Вот, x равно 127. Ну, все нормально, да? Теперь давайте прибавим к этому x единичку. Это сделать очень просто. Можно написать x равно x плюс 1. Вы знаете, мне вот эта форма, она допустима, но мне она не нравится. Сейчас я покажу, во-первых, что это работает. В начале вычисляется новое состояние, но значение x плюс 1, оно будет равно 127 плюс 1. А потом его надо запихнуть в x. И при его запихивании туда у нас, собственно, как раз произойдет переполнение. У нас, как вы видите, мы оказываемся в состоянии минус 128. То есть, ровно то, что у меня на доске, так как бы после трех в минус 4, только на чуть большем масштабе. Вы должны понимать, что увеличение количества байт, вот вы скажете, да ладно, я тут буду просто пользоваться int64, никаких проблем. Вот, ну, понятно, никаких проблем. До поры до времени. Это просто вы не взяли недостаточно большое число. Давайте обсудим проблему обратно. Вернемся к int8t и сделаем underflow. Да, я хотел поправить вот это присваивание. Я напишу плюс равно. Я очень люблю вот эту форму увеличить на. Она абсолютно эквивалентна, практически эквивалентна тому, что было там. Скопируем вот эти две строчки. Да, и сделаем минус равно 1. Посмотрим, что происходит, если мы вычтем единичку. И мы видим, что да, прекрасно, underflow тоже работает. А давайте вот что еще сделаем. Я сейчас вместо того, чтобы underflow сделать, я из состояния минус 128, которое возникает после прибавления к 127, домножу на 2. То есть я скажу x равно x умножить на 2. Надо сказать, что когда я домножаю на 2, то тоже можно пользоваться вот этой самой формой. То есть умножить равно на 2. И посмотрим, что получается в результате. И получается, обратите внимание, в результате 0. 0. Обратите внимание, минус 128, да, умноженный на 2, дал 0. А должно было быть минус 256. Но он у меня минус 256, упиханный, уложенный вот в эту переменную, да, типа int8t, он дал ровно 0. Потому что невозможно его записать, потому что по правилам этого кольца вычетов он как раз в 0 у нас и попадает. Вот такая вот проблема. Чтобы вы знали о том, как устроены реальные переменные. Из xc тут не совсем виноват. Это просто реальность переменных фиксированной длины. Так, давайте немножко еще поговорим про преобразование типов. Я не очень люблю из xc за правила преобразования типов и за то, что они происходят неявно. Посмотрите сюда. У меня есть три переменные. Это переменная x, переменная y, типа unsigned int, и переменная z. Я специально сделал ее очень длинной и знаковой. Для чего? Для того, чтобы в нее гарантированно поместилось любое, неважно, знаковое или беззнаковое. То есть ее кольцо вычетов, оно предполагает кодирование намного большего количества чисел, чем для int и для unsigned int. Но, обратите внимание, int и unsigned int имеют одинаковое количество байт, при этом у них разные базовые вычеты в этих кольцах. То есть у нас возникает именно вот эта разница, что вот эти числа могут быть интерпретированы неправильно. Но я вот в этом небольшом кольце буду писать 4, 5, 6, 7. То есть у меня, возможно, ложная интерпретация. Минус 4 как 4, минус 1 как 7 и наоборот. И вот именно это и будет происходить. Давайте посмотрим. Вот здесь вот мы будем распечатывать этот самый z и посмотрим, что будет, если я к минус 100 прибавлю 10. Ой, сейчас прошу прощения. Надо было d все-таки оставить. Это зря удалил. Обратите внимание, у меня получилось огромное число. При том, что z у меня число знаковое. То есть у меня нет проблемы в тот момент, когда я запихивал в коробку. Я взял очень большого размера коробку, в которую я кладу свой торт. Торт должен был поместиться. Но дело в том, что временное значение, когда вычислялся x плюс y, то фактически происходило сложение минус 100 и 10у. Это, кстати, литерал беззнаковой целочисленной константы с добавлением буковки у. То есть это число 10, на самом деле, всего лишь только беззнаковое. Так вот, у меня на самом деле должно было бы быть что? Вот смотрите, я прям явным образом сейчас это сюда притащу, и это ничего не изменит. То есть я говорю, минус 100 плюс 10, но обратите внимание, 10 беззнаковое. Что произойдет? А то же самое, то есть ничего не изменилось. Я сейчас x и y не использую. В чем дело? Дело в том, что у меня при сложении знакового и беззнакового си предпочитает неявным образом, то есть втайно, втихаря от вас, неявно, тихонечко, молча, взять и преобразовать знаковое к беззнаковому, а не наоборот. Надо сказать, что в математике, в математических всяких, это часто не ожидается программистам. Будьте аккуратны. Ну и второй момент, давайте посмотрим. Это явное приведение к типу int. Я взял символ, специально взял его не из ASCII, не из первых 128 символов кодовой таблицы, а символ Я, русская буковка. Так вот, чар в языке, в этом компиляторе GCC, он знаковый чар. И получается, что у меня при вычислении числа, вот я его явным образом привожу, кстати, обратите внимание, именно вот так делается явное приведение типов. Надо сказать, что поскольку я домножаю на целое число, а этот литерал по умолчанию будет типа именно int, так вот, я домножаю на целое число, и что у меня, оно автоматически бы тоже выбрало тип int для расширения. Но у меня этот знаковый чар предомножения на 10 даст мне отрицательное число. Давайте посмотрим. Этот игрек можно убрать лучше отсюда. Так, ну что же, давайте посмотрим на него, и видим, что у меня там минус 330. Ну, учтите этот момент тоже. Итак, неявное приведение типов происходит автоматически при каждой арифметической операции, если типы не соответствуют друг другу. А явное приведение типов выполняется при помощи круглых скобок перед той переменной, для которой вы хотите его выполнить. На этом все. Переходите к следующему видео. До встречи.